МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания Медфуд побеждает школьные столовые. Фирма Монополист лишит поваров рабочих мест. Чиновники сделали бабушек легкоатлетками. Почему легче бегать, чем дождаться законного транспорта? Газ не для вас. Ситуация с топливом в поселке Агинское по-прежнему не решена. Жители поселка Агинского по-прежнему вынуждены занимать очереди с 5 утра для того, чтобы получить баллон с газом. Вот уже несколько месяцев перебой с топливом головная боль селян. В адрес нашего канала не раз поступали обращения на напряженную ситуацию. На момент выхода выпуска новостей нашей редакции не удалось получить комментарии от Читао Булгаз и Министерства территориального развития края. Мы будем следить за ситуацией. Наши дети не должны есть из этих лотков. Родители школьников Забайкалья бьют тревогу и не хотят, чтобы вместо школьной столовой ребят кормила компания Медфуд. В предыдущих сюжетах ЗАП-ТВ уже рассказывал о желтых пятнах на белом пластике, пачках дешевого молока и даже сыре с плесенью в меню будущей мамы. И если директора школ боятся открыто высказаться против Медфуда, то родители говорят откровенно. Да, я слышал об этом. Я негативно отношусь к этому. Потому что, во-первых, неизвестно, что это за еда. Во-вторых, непонятно, в каких контейнерах, откуда они берутся. Насколько я знаю, эти контейнеры могут попасть и в больницы, в том числе и инфекционные больницы. Потом привезти их могут в школы. И, соответственно, нам не безразлично то, что кушают наши дети. Лично я сталкивался с Медфудом сам. Однажды я лежал две недели в инфекционной больнице с дочерью. И нас как раз кормили из этих контейнеров. Я лично сам недоволен качеством. Это непонятно, что было. Приходилось покупать все с магазина и кушать самим. Потому что мы эту еду почти не ели. Медфуд сама лично я не пробовала. То есть, но я слышу отзывы наших, допустим, пациентов, да, тех же. То есть, людей много, кто у нас лежат в роддомах, в любых больницах. И получается так, что у нас, у людей просто нет выбора. И людям приходится это все-таки кушать. Думаю, что власть должна прислушаться к мнению родителей, потому что это все-таки наши дети. Аргумент региональных властей, что кроме этой компании никто не справится с поставками в огромное количество школ, звучит неубедительно. Мнение местных производителей никто и не спрашивал. Если Медфуд все-таки встанет во главе школьной пищевой флотилии края, то поваров просто уволят. Аналоги быстрой рекой поплывут в Москву. Вот как нам сначала прокомментировали эту ситуацию в региональном Минобре. Начну с того, что вопросы организации питания в школах – это вопросы очень важные, которые имеют свое значение с точки зрения решения отдельных позиций государственной политики в области образования. Но вместе с тем хочу сказать, организация питания не является прямым полномочием самой школы и, собственно, директора. Уже через несколько минут замминистра резко изменила свою точку зрения и вдруг заверила нас – бояться нечего, школы не будут переходить на Медфуд принудительно. Те учреждения, где коллектив решит оставить столовую, продолжат кормить учащихся по-прежнему. Фактически решение вопроса с организацией питания детей относится полностью к деятельности директора, полномочия директора и самой образовательной организации. Поэтому предложить школе конкретного индивидуального предпринимателя, который будет школу обслуживать – это просто противозаконно. Родители Читы утверждают, директорам школ осторожно намекнули, что они не могут отказаться от Медфуда. Ситуацией возмущены не только мамы и папы. В стороне не остался депутат Государственной Думы Владимир Позняков. Он уже обратился с письмом к министру просвещения России Ольге Васильевой. Вот что он рассказал нам по телефону. Конечно, когда я получил письмо от одного из родителей Забайкальской краевой кадетской общеобразовательной школы-интерната по поводу питания, конечно же, я, как любой человек, очень заинтересован в том, чтобы у меня было благополучное с детьми, чтобы у них и здоровье было, и образование, и прочее. Скажите, а можно ли, на ваш взгляд, говорить здесь о какой-то коррупционной составляющей? Уверен, уверен. Почему я фахтой хочу написать? Вот получу ответ и федеральную антимонопольную службу, антимонопольную, чтобы проявить это. И, конечно, еще есть и прокуратура. Конечно. Ну как же? У меня в письме написано, что Жданова была на Петербургском форуме экономическом, и там подписала некое соглашение вот с этой футовской организацией. Это что такое? Медфут. Ну, значит, тут не просто так. Раз и все. А поваров и всех тех, кто в школах готовили пищу для детей, освобождают, сокращают. Разбираться надо. И метлой. Те, кто причастен к этому делу. Пока родители из Забайкальского края собирают подписи против компании Медфут, машины со скандально известной эмблемой колесят по чете, доставляя еду в больницы. Возможно, уже осенью эти автомобили можно будет увидеть и возле образовательных учреждений. Тогда вкусная и здоровая еда, приготовленная заботливыми руками школьного повара, станет историей. А сами повара пойдут по миру, добавив новые цифры к статистике забайкальской безработицы. Юлия Сидельникова, Владимир Николаев, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. 3 июля на 151-м километре трассы Четахабарос дальнобойщик из-за дождя уже четвертые сутки находится в западне. Отчаявшись дождаться помощи, водитель позвонил в редакцию канала ЗАПТВ. И мы сразу отправились в путь. 3-го числа этого месяца, в районе часов двух дня, шел дождь, то есть там вот эти волны, на них подкинуло и закидало стороны в сторону. Хорошо, ни встречек не было, никого. Сейчас фура перевернута на бок, бензобак пробит, кабина тоже. Помощи нет. Приехала ГАИ, я сначала у них узнал, они сказали, даже не знаем, что посоветовать. Потом МЧС. МЧС тоже сказали, что мы не можем вам помочь ничем. Вызвали скорую. Два раза. Ну и все. Как пояснили в пресс-службе МЧС по Забайкальскому краю, водителю была оказана только информационная поддержка. Ведомство не обладает специализированной техникой, способной вытащить фуру. Однако такой техникой обладает управление дороги. На трассе ведутся ремонтные работы. Буквально в пяти километрах расположена техника, способная помочь вытянуть фуру. А двумя кранами можно вытащить. Двумя 25-тонниками. Один, ребята, предлагают строители. Буквально вчера сотрудниками дорожных служб было отремонтировано вырванное ограждение. Однако вытащить тяжеловесную машину у Казани не поступало. Я к ним подошел, сказал, может, надо сначала машину вытащить. Они говорят, нет, у нас есть распоряжение вышестоящего начальства. Юрий выживает благодаря неравнодушным людям, которые не проезжают мимо, а дают ему еду и воду. Как он сам шутит, дом на месте вынужденной остановки пока еще не построил. А значит, есть надежда на помощь. В 30 километрах от места происшествия в районе Эдакуя работает китайская бригада, в распоряжении которой имеется спецтехника, способная помочь дальнобойщику. Если и вы в силах оказать поддержку, звоните по номеру 8 913 471 98 96. Дарья Юринская, Наталья Протаковская, Владимир Николаев, ЗАПТ-ТВ. В редакцию ЗАПТ-ТВ начали поступать сообщения о том, что купание в кино не становится опасным. Люди говорят о дохлой рыбе. Однако в Роспотребнадзор с жалобами никто не обращался. В этом году первые пробы были отобраны в конце мая, учитывая жаркий период. И будут продолжаться фактически отбор проб до сентября. По результатам микробиологического анализа и по результатам санитарно-химического анализа все пробы пока соответствуют нормативным требованиям. Поэтому обращений у нас не было в этом году. Ни одного с жалобами на содержание пляжа или на качество воды озера Кенон. Если вы недовольны качеством воды в озере, то присылайте жалобы в ведомство. Специалисты экстренно произведут внеочередной отбор проб. Юлия Сидельникова, Сергей Бумагин, ЗАПТ-ТВ. Бабушек с улицы Московский тракт можно смело отправлять на соревнования по бегу. Постоянно преследующие бродячие собаки сделали из них профессиональных легкоатлеток, чтобы попасть в школу или поликлинику, жителям этого района приходится преодолевать довольно приличный кросс – 5 километров. И это только в одну сторону. А все потому, что здесь два года не видели общественного транспорта. Где наша власть? Где наша власть? Почему мы ходим вот такие вот люди пешком с костылями, падаем, заваливаемся, но ходим с костылями? А что наша Наталья Николаевна думает? Что она думает? Она родина. Что мы должны делать? Ползти. Я все сороковые годы прожила, всяко разно. И от какой жизни ушли, опять в такой же пришли жизни. Это что? Это что такое? Представляете, в деревнях выделяют автобусов, а мы в городе не можем дождаться маршрутки. Наша господина Жданова, вот она поставила на контроль, да? А почему она не может проверить, как ее чинушки исполнили то, что она ее задавила? Что она там сидит, это что такое? Вот что она сидит и что она решает? Мы ее только видим по телевизору. Промелькнуло ее улыбающееся лицо и все. И на вопросы не решаются никакие. Куда только не обращались жители. В ответ одни отписки. Но в последнее время даже их перестали получать. Хотя чудо все же произошло. За две недели до выборов президента, когда люди собирались уже перекрывать улицу Бостоя, маршрут все-таки запустили. Однако, когда стало известно ими главы государства, автобус снова исчез. Точь в точь, как в сказке про Золушку, карета стала тыквой. А ноги пенсионеров даже отдохнуть не успели. Как нам детей возить? Вот на данный момент. То есть в 13-ю школу это первый микрорайон. Нас приходится все делать пешком. В поликлинику мы ездим на бабушкин. Мы на коляске спускаемся вниз, оставляем коляску, а потом садимся на маршрут, чтобы нам доехать до поликлиники. Ладно там весной, но зимой очень холодно. Так а чей ребенок-то обморозился в прошлом году по зиме? У меня ребенок занимался спортом. Я вызывала, кстати, ЗАП-ТВ. И у меня ребенок занимался спортом на ЗАПО. Она звонила в седьмом часу уже, говорит, мама, я уехать оттуда не могу. Стоит, плачет. У меня ноги отморозились уже. Я не могу. Я говорю, так ты садись тогда на 51-й и иди пешком с первого микрорайона. Это было зимой. Она пришла, у нее два больших пальца были отморожены. Раньше здесь пролегали 30-е и 31-е маршруты. Но это было нерентабельно. Перевозчики отказались. Две пенсионерки сели в машину, сказал он, говорит, выходите, я дальше не поеду. Они говорят, а почему? А что, одну старуху повезу? Пока местные чиновники играют в горячую картошку, перебрасывают проблемы от одного к другому. Но нашелся тот, кто просто откликнулся на людские трудности и действительно начал их решать. Вот посмотрите, эти люди писали, вот они писали руководителю приемной президента Калозину. Калозин переслал губернатор Забайкальского края. Вот у меня письмо. Вот Жданова отвечает, что это необходимо перевозки сделать в городе вот эти, да. И она поручает Министерству территориального развития Пазникову. Пазников вот пишет Кузнецову. Вот есть такой Павлов, начальник управления перевозок в комитете ЖКХ города Читы. Вот сколько он работает, столько я к нему хожу. Хожу и никакого толку нет. Он говорит, то у меня нет оснований поменять маршрут. Основания дали. Дума приняла постановление, программу, по которой можно изменить маршрут. Потом он говорит, нужно общественное обращение. Спрашиваю, когда будет маршрут? Я ничего не могу сказать. Да и как понять простых пенсионеров тем, кто смотрит на город из окон ландкрузеров и мерседесов? Стекла люксовых авто просьбы горожан не пропускают. Как езжу госпожа Наталья Николаевна. Госпожа Наталья Николаевна, вас просят люди, люди московского тракта. Повернитесь, пожалуйста, к нам лицом, а не другим местом. Гулял Хасова, Сергей Бумагин, ЗАПТ-ТВ. Забайкальский край вошел в топ-30 субъектов страны с наименьшим числом сотрудников региональных органов исполнительной власти по отношению к численности населения. Таковы данные столичного издания «Метод». Депутат Государственной Думы от Забайкальского края Юрий Волков в интервью нашему каналу высказался такой статистике с явным недоверием. Ситуация выглядит по-другому. Я ваш вопрос уточнил бы, потому что у нас, на мой взгляд, существует действительно перекос в сторону штатов, краевых органов управления. И, наоборот, у нас недостаточно специалистов на местах, в органах местного самоуправления. И я, поскольку являюсь членом комитета по местному самоуправлению, чаще всего-то работаю именно с муниципалами. Если в Чите ситуация более-менее стабильная, бюджет здесь достаточно большой, то в любом другом муниципалитете наблюдается острая нехватка кадров. И заработные платы, которые там получают люди, работая в администрациях, они крайне небольшие. Если мы спускаемся на уровень сельских поселений, то там ситуация кадровая еще сегодня хуже состоит. И это, на самом деле, не просто плохо, это даже опасно, потому что местное самоуправление – это самое ближайшее к людям власть. Эта фраза такая расхожая, избитая, но на самом деле это так. Потому что, когда мы видим, например, ежегодные прямые включения президента, и если проводить анализ проблем, с которыми люди чаще всего обращаются к нему, мы же видим, что это жалобы на работу местных органов власти, которые сегодня, а, в кадровом смысле обескровлены, и, б, они обескровлены в финансовом смысле, потому что, опять же, вот эта система межбюджетная, все средства высасывает снизу наверх. И мы понимаем, что система не может вот в таком виде существовать, не может президент указывать там из Москвы, где нужно дорогу починить, где нужно крышу поправить, где нужно забор покрасить, там и так далее. Это все органы местной власти должны делать. А как они это будут делать, когда у нас, например, там в регионе, да, вот такой существенный перекос происходит? То есть, край, это очень большая территория, но там у нас практически нет специалистов. А краевые органы управления, это такой вот головастик, где, наоборот, собираются и фонд оплаты труда, и специалисты. И вот эта диспропорция, она действительно существует. Всероссийская онлайн-конференция торгово-промышленных палат объединила самых активных предпринимателей регионов. Представители бизнеса Забайкальского края участие в таком необычном совещании приняли впервые. Сейчас доступность ресурсов, да, интернет и оборудование позволяет не ездить в Москву, а находясь здесь, находиться на каких-то конференциях, круглых столах. Причем с обратной связью, то есть не обязательно, ну не только информационные, да, получать моменты, но и вносить свои предложения, какие-то вопросы обсуждать, да. Вот мы запустили эту работу, будем теперь постоянно участвовать в конференциях, будем оповещать наших членов палаты через средства массовой информации и просто предпринимателей приходить и участвовать в этих мероприятиях у нас в нашем зале заседаний, которые вот мы подготовили для этого и запустили. Представители торгово-промышленных палат обсуждали наиболее важные темы, к примеру, развитие региональной сети отделения Международного коммерческого арбитражного суда. Те вопросы, то есть они для нас как раз являются тем, это как бы наше направление в работе, то есть то, что мы для себя уже запланировали. Например, там Международный коммерческий арбитражный суд призвано облегчить разрешение споров между предпринимателями. Важная тема – рост кадастровой стоимости объектов недвижимости. Особенно актуален он для жителей нашего региона. Каждые три года кадастровая оценка и другие услуги, предоставляемые в этой сфере, дорожают. Поднимаются тарифы, растут налоги. Говорили во время конференции не только о проблемах, обсудили новые планы за Байкальской торгово-промышленной палаты. Так планируется открытие филиала Центра оценки квалификации работников. Это очень важно, потому что сейчас все работодатели с этой темой сталкиваются. Потому что когда берешь персонал на работу, да, и не понимаешь, кто он на самом деле. 12 июля члены торгово-промышленной палаты за Байкальского края встретятся на заседании круглого стола. На этот раз темой станет грядущая пенсионная реформа. Представители бизнес-сообщества будут предлагать свои наиболее выгодные предложения по формированию пенсии. Также в поддержку малого и среднего бизнеса с 1 августа будет запущен тестовый проект «Это бизнес». Представляет он собой интернет-сайт, с помощью которого предприниматели смогут решать свои проблемы. Каждый вступивший в ряды торгово-промышленной палаты получит индивидуальный пароль для доступа к сайту и сможет пользоваться им в поддержку своей деятельности. Виктор Соловьёв, Сергей Бумагин, ЗАП-ТВ. 27 июня на ЗАП-ТВ вышел сюжет о тяжелобольном Диме Фортуне. Каждые три месяца по показаниям врача ребенку необходима госпитализация в Москву. Во время последнего перелета произошел вопиющий случай. Авиакомпания «Уральские авиалинии» отказалась выдать кислородные баллоны. «Уральские авиалинии» отказываются давать кислородные баллоны на борту. Вот он же, видите, дышит от аппарата, улетает вот он с таким переносным. Но зарядки на весь полет не хватает. Хватает где-то, ну, примерно часов на пять, две батареи. Телеканал ЗАП-ТВ обратился в компанию «Уральские авиалинии» с просьбой прокомментировать произошедшую ситуацию. Мы получили такой ответ. Авиакомпания «Уральские авиалинии» имеет на борту от пяти до девяти портативных кислородных баллонов, которые предназначены для использования в качестве аварийно-спасательного оборудования. В индивидуальное пользование пассажиров данные баллоны не предоставляются. Перевозка кислородного концентратора необходимого пассажиру во время полета по медицинским показателям в качестве ручной клади допускается. Но согласовывается заранее, в течение четырех дней, путем отправки запроса в авиакомпанию. Таким образом, получается, что у Димы нет шансов выжить последние часы полета, не имея собственных кислородных баллонов. Стоит отметить, что мальчик – частый пассажир уральских авиалиний. Зная его проблемы, руководство авиакомпании могло бы сделать исключение из правил. Сейчас семья мальчика собирает деньги на покупку нового концентратора. Пока в других российских городах вовсю строятся фешенебельные гостиницы и лакшери-отели для туристов, за Байкале даже приезжающим на лечение в Читу из деревень пристроиться некуда. И правда, зачем за Байкалью Рицкарлтон, когда кругом беднота? Здесь у нас будет вход в гостиницу. Перед входом мы планируем сделать небольшую детскую площадку, потому что приезжают мамочки с детьми. Сделали широкие коридоры специально. Почему? Проблема в инвалидных колясочниках. Низкий уровень жизни земляков побудил Анну Шубодерову на весьма рискованный шаг. Совсем скоро на месте бывшего магазина появится социальная гостиница. Она примет людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Плата будет копеечной, ведь дело не в прибыли. Вы знаете, такая идея приходит, наверное, тому, кто сам попадает в такую ситуацию. Несколько лет я ездила с своими детьми в Новосибирск, в микрохирургию Глаза, имени Федоровна, и столкнулась с точно такими же трудностями, когда накопленные средства, огромное количество средств поглощает жилье. И мы решили создать такую гостиницу. Это и помощь людям, которые действительно нуждаются в этой глобальной проблеме. Это сейчас здесь груда строительного мусора и толстый слой пыли. Через месяц стены украсят обои, заблестят чистотой полы, появится мебель. Конечно, это будут не шикарные новые диваны и кровати, а мебель, что называется, с рук. Если обещанного ждут три года, то в Забайкале целых 33. Четинцы выбирают не ждать вовсе, а своими силами помогать тем, кому сейчас еще хуже. Гуля Алхасова, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Сегодня состоялся футбольный матч между сотрудниками полиции и воспитанниками Черновского центра помощи детям. Стражи порядка, сменив полицейскую форму на футбольную, провели две игры. Встреча состоялась в детском оздоровительном лагере «Молоковка». Первыми сотрудниками МВД сыграли ребята старшей группы. После показали свое умение владеть мячом ребята 10-11 лет. Дети проявили мастерство и показали сплоченность команд. Несмотря на свой юный возраст, воспитанники показали результативную игру. После окончания матча ребята поблагодарили сотрудников за их участие и выразили свое желание чаще организовывать такие встречи. Телеканал ЗАПТ-ТВ и благотворительный фонд помощи детям «Пчелка Майя» в рамках проекта «Я помогу» продолжают совместную акцию помощи тяжело больным детям. Сегодня ваша помощь нужна 16-летней Ксении Загвоздкиной. Ксения наблюдается в краевом онкологическом диспансере уже четвертый год подряд с милопролиферативным синдромом. Это заболевание костного мозга, которое характеризуется неконтролируемым делением клеток крови и постепенным угнетением процесса кроветворения. Даже простое, казалось бы, взятие анализов у Ксюши сопряжено со множеством проблем, в первую очередь с высокой кровоточивостью. Уже сейчас, для того, чтобы удержать нормальный уровень лейкоцитов, она всю жизнь должна принимать препарат Гидрея. На фоне терапии удалось достаточно добиться стабильного уровня лейкоцитов, но сохраняется длительный тромбоцитоз у нее. И в последнее время у нее отмечается ухудшение, по поводу чего она была госпитализирована планово к нам в отделении. Лечащий врач отметила, что состояние девочки удовлетворительное, однако, когда она уезжает домой, у нее часто возникают острые респираторные заболевания, иммунная система не справляется и, как следствие, присутствует высокий риск инфекционных осложнений. Развивается очень высокий тромбоцитоз, то есть в любое время может развиться какой-то тромбоз, который может, думаю, как бы фатальным стать, то есть риск очень высок. Ксюша находится в диспансере вторую неделю. По словам девочки, она чувствует себя нормально. Сейчас ее ничего не беспокоит. Конечно же, лечение не проходит незаметно. Два года назад Ксюше пришлось подстричь свои роскошные длинные локоны. Сейчас она очень переживает по поводу того, что волосы перестали расти. Кем планируешь стать? Думала об этом, нет? По лихмахерам. Какой-то опыт есть у животных? Челку подстригала. Себе или еще кому-нибудь? Себе и маме. В условиях стационара Ксюше было проведено дополнительное обследование. Ей сделали забор костного мозга с целью проведения цитогенетического исследования. В рамках УМС такие обследования проводятся, то есть эти услуги только платные. Данное исследование проводится в Центре детской гематологии имени Рогачева в Москве. Оно позволит точно установить диагноз и подобрать наиболее подходящие препараты для дальнейшего лечения, что спасет девочке жизнь. Чтобы помочь, вы можете отправить сообщение на короткий номер 3434 со словом «Платеж могу». В сообщении укажите сумму, которую готовы пожертвовать. Наталья Протаковская, Владимир Николаев. Специально для проекта «Я помогу». Субтитры создавал DimaTorzok